Всем привет дорогие друзья! Вы на канале Большая Банка и сегодня мы рассмотрим сухожильные упражнения ЗАСА Железного Самсона. Многие культуристы не могут использовать полную силу в момент, когда это действительно необходимо, так что практической пользы от одних только гигантских мускулов немного. Мощи растут в объеме за счет движения, а сухожилия укрепляются совсем другим способом. Наилучший вариант попытаться сдвинуть какой-то неподвижный предмет, например толкать стену. Именно от сопротивления и увеличивается сухожильная сила. Наверное любому атлету известно такое имя как Александр ЗАС или же знает этого человека как Железного Самсона. Именно он создал систему для развития силы, которая теперь применяется людьми не только в нашей стране, но и по всему миру. Александр сумел развить в себе феноменальную силу за счет упражнений, укрепляющих сухожилия. Он был невысокого роста, весом около 70 килограмм и с такими данными выступал в качестве атлета в цирке. Увиденное поражало и шокировало зрителей. Очень слабый на вид человек с легкостью побеждал гигантских артистов, рвал цепи и подковы, гнул металлические прутья и мог удержать лошадей, разбегающихся в разные стороны. Некоторые зрители заподозрили обман, поэтому Александру пришлось заняться упражнениями с гантелями, чтобы набрать массы. Но его вес никогда не превышал 80 килограмм. Вообще тренировки сухожилий известны еще с древних времен. Силачи в старину поднимали животных, гнули прутья, даже таскали деревья. А римские гладиаторы поднимались на помост в одеяниях, всех которых достигали 400 килограмм. Однако именно Железный Самсон собрал всю эту систему и представил ее миру в 1924 году. В основе мускулов лежат сухожилия, именно их надо развивать в первую очередь. В 60-х годах прошлого столетия атлеты из Америки сделали повторное открытие данной методики и назвали это упражнение изометрическими или статическими. С того момента укрепление сухожилий стало обязательной частью многих тренировочных программ. Вот только эти тренировки являются лишь отдельными упражнениями. Александр Зас создал целую систему. К сожалению, большинство спортивных тренеров и ученых предпочитают умалчивать об этом факте. А ведь данная система уникальна по многим параметрам. Для ее применения не нужно какого-то тренировочного оборудования, достаточно лишь немного свободного места и времени. И эффективность данных занятий просто превосходная. Многие современные цирковые атлеты, например, Геннадий Иванов и Иванов Шутов, развивали свою феноменальную силу с помощью методики ЗАСА. А тем временем эксперты пытаются найти белые пятна на солнце, чего они только не придумывают. То рассказывают о том, насколько изометрия вредна для сердечно-сосудистой системы неподготовленных людей. Стоит ли говорить, что это наглая ложь, то представляют якобы доказательства того, что динамические тренировки гораздо более эффективны, чем статические. То есть убеждают всех, что сложный тренинг лучше простого. Многие говорят о том, что максимальное напряжение травмирует мышцы и вызывает разрывы в мышечных тканях. А недавно придумали еще один способ того, как ввести в заблуждение людей, которые не разбираются во всех этих тренировочных методиках. Способ довольно простой – смешивание понятий. По словам некоторых таких умных людей, изометрия по своей сути ничем не отличается от гимнастики Анохина. Или же придумывают безопасные системы тренировок. Мол, максимальное напряжение нужно держать не более 6 секунд. А примерно через год можно увеличить время до 8 секунд. А держать напряжение целых 12 секунд крайне опасно для здоровья. Если заболела голова, тренировку сразу прекратить и не более 15 минут в день. Что касается пятен, то настоящим пятном можно считать современную историю развития изометрии. В 60-х годах назад Боб Хоффман наладил производство специальных рам для статических занятий в качестве доказательства реальной пользы сухожильных упражнений. Он рекламировал достижения Билли Марча и Уи Рики, которые всего за 6 месяцев добились невероятной прибавки результатов в многоборье. Многие тогда начали заниматься изометрическими упражнениями, которые добились очень хороших результатов. Но приблизиться к достижениям Марча и Уи Рики не смог никто. И в один момент этот статический бунт сошел на нет, когда выяснилось, что у их удивительного прогресса есть и другая причина употребления стероидов. Разразился большой скандал, в результате которого репутация сухожильных тренировок была подпорчена на долгие годы. И все же именно эти события стали первым экспериментом в своем роде. Все оборудование, созданное в те годы, было в дальнейшем использовано для исследований. Результат одного из таких исследований говорит сам за себя. 175 атлетов занимались изометрическими упражнениями в течение определенного периода времени. Каждую неделю их силовые показатели улучшались примерно на 5%. Как говорится, комментарии излишни. Сразу после этих исследований интерес к этому типу тренировок резко возрос. Эстетические занятия прочно вошли в мировую спортивную практику. Однако, возникли новые трудности. Теперь они были связаны с самими спортсменами. Многим атлетам было просто скучно выполнять эти монотонные упражнения, которые к тому являются узконаправленными. Что уж говорить о простых любителях, которые признавали только динамические тренировки и не считали нужным тратить свое время на эту ерунду. Да и эффективность таких тренировок они почти не верили. Вот таким сложным путем шло развитие того, что когда-то было создано нашим богатырем ЗАСа. А ведь все могло быть намного проще. Можно было бы просто переиздать две книги Железного Самсона и на практике показать то, насколько эффективной является именно методика ЗАСа, то есть тренировки с железными цепями. А теперь стоит дать некоторые пояснения относительно различных возражений и обсуждений по данной теме. Первое. Основу системы составляли занятия с цепью. Однако, в нее также входили и динамические упражнения с тяжелыми мешками. В наши дни бодибилдинг медленно, но верно приближается к этой системе. И спортсмены стараются не только приблизиться к ней, но и усовершенствовать ее. Второе. Развивать силу сухожилий только изометрии неправильно. Их надо прокачивать, напрягать весь объем сустава. Таким образом, сухожилия должны развиваться сразу в нескольких направлениях. От развития сухожильной пружины до распространения плотности силы на весь объем движения. Должны применяться несколько видов тренировок. Упоры, работа с железом, поднимание и опускание с поддерживанием корпусом и так далее. Способов тренировок довольно много. Третье. Существует прямая связь между опасностью натуживаний для здоровья и нарушением режима физиологии и энергии. Главная опасность заключается в неправильном дыхании при выполнении упражнения. Другая опасность – нарушение процесса восстановления. И, наконец, тренировки узкого профиля, которые могут привести к перекосам обмена энергии. Эти факторы применимы не только к статическим занятиям. Их можно встретить в любом виде деятельности, чаще всего в спорте. Четвертое. Уже говорилось о том, что многие считают изометрию обычной копией гимнастики Анохина. Действительно, некоторые упражнения из этой гимнастики могут стать хорошим дополнением к тренировке в сухожилии. Но эта гимнастика относится к мышечной тренировке, а не к сухожильной. Пятое. Существует такой вид гимнастики, который можно назвать близким родственником изометрии. Речь идет о гимнастике самосопротивления Владимира Фохтина. Со статикой эту гимнастику роднит хотя бы то, что ей тоже достается от так называемых экспертов. Ее приравнивают к гимнастике Анохина. Делаются попытки внушить обывателям, что вся польза от занятий заключается лишь в тонизировании мышц. И годится она разве что для поддержания формы во время деловых поездок или командировок. А некоторые утверждают, что она не менее опасна, чем изометрия. Следующим признаком родства является направленность тренировок. Помимо мышц и суставов, гимнастика очень эффективно действует и на сухожилия. И опять же, для тренировки требуется всего лишь немного свободного времени и минимум оборудования. Самое главное здесь не стараться делать как можно больше упражнений. Если выполнять по 80 упражнений за один курс, то ничем хорошим это не закончится. Можно считать, что Фохтин сделал следующий и очень важный шаг в развитии сухожильных тренировок. Шестое. Что касается распространенного мнения о том, что каждое упражнение должно длиться не более 6 секунд, а максимальное усилие не более 3 секунд, то здесь сложно дать однозначный ответ. Сам Александр Зас ничего не говорил по поводу продолжительности тренировок. Однако, достоверно известно следующие факты. Первое. Находясь в тюрьме, Железный Самсон выполнял упражнение с 20 секундным напряжением. Можно предположить, что в условиях обычной жизни это время достигало минуты. Второе. В первые 8 секунд происходит сгорание запаса АТФ, затем сгорает гликоген, а после 40 секунды начинается сжигаться и жир. Но динамический способ расходования и восстановления энергии совсем другой и может вступать в конфликт с изометрическим способом. Если у вас нет желания что-то кардинально менять, то лучше всего выбрать один тип тренировок. Если выбрана изометрия, то можно определить 4 временных типа напряжения. От 6 до 12 секунд, от 15 до 20 секунд, 1 минута, либо от 3 до 6 минут. Каждый из них нужно сначала разбудить, а потом уже развивать. В противном случае единственным результатом занятий станет состояние перетренированности, приводящее к стрессу. Методика работы с железными цепями не забыта и в наши дни. И это неудивительно, ведь она одновременно развивает силу, укрепляет связки и сухожилия, формирует задел для естественного развития, сколько удовольствий в одном флаконе. Если методикой ЗАСА решили заняться женщины, то здесь есть несколько замечаний. Мышцы практически не увеличиваются в объеме от занятий, как и не увеличиваются и вены. Во время тренировки подкожный жир включает в процесс общего обмена энергии, что ведет к его рассасыванию и улучшению состояния кожи. Для выполнения сухожильных упражнений, помимо железных цепей, можно использовать следующие снаряды. Прутья из металла, толстый шнур, деревянные палки и так далее. Стены, шкафы, тяжелая мебель, дверные проемы отлично подойдут в качестве неподвижных предметов, которые можно пытаться сдвинуть, прикладывая максимальные усилия. Надо пытаться сгибать металлические прутья, приподнимать дверной косяк, рвать цепи, сжимать палки. В общем, делать с этими вещами все, что только можно. Во время любого подобного упражнения напрягаются мышцы, связки и сухожилия. Вся сила постепенно переходит в состояние максимальной плотности, а потом все тело вновь успокаивается. Несколько упражнений, выполненных в одном тренировочном подходе, развивают и уплотняют силу всего вашего тела. Выполнять каждое упражнение один раз или можно сделать его 2-3 раза в день. Единого мнения по этому поводу нет, но негативных последствий от нескольких повторений одного упражнения не наблюдалось. Если понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и расскажите своим друзьям. Это тем самым поможет в продвижении нашего канала. Мы же с вами не прощаемся. Всем мир! До новых встреч, друзья! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Продолжение следует...